Всем привет, а нам доброго утра. Вот так вот я Фарин поднимаю, сейчас пойдем устраиваться в садик, не может проснуться. Сейчас будет плакать. Она всю ночь сегодня плохо спала. Плакала, плакала. Пить, пить просила, пить, пить. Всю ночь пить, пить, я и бегала на себя. Да? Ты че плакала? Мама. Че плакала ночью? Где у тебя болит? А че дерешься? Фарина. Ладно, буду одевать. Как без слез поднять ребенка. Помяукала уже с ней. Только не целуй ее, Фарин. Мойка. 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 Так трудно просыпаться, когда ты не встаешь постоянно утром. Я-то проснулась пол восьмого, но пока все наши сборы завершились, теперь вот сидим, пьем чай и уже 20 минут девятого. Ой, какой я чай все сладкий сделал. И нам здесь сделать за три шага. Ну вот Фаини, вот я никуда без чая утром. Да я тоже, если чай не попью утром, вот у меня как было с кофе. Если кофе утром не попью, то у меня голова болит. От чая почему-то так же, если я не попью. Но говорят же, что в чае тоже есть вот этот вот кофеин или таурин. Или все вместе, я уже не помню. Хотя сейчас у меня редко мигрень бывает, но может просто голова заболеть. Я уже, если честно, привыкла жить без мигрени. И я не представляю, если я брошу таблетки, она опять вернется. То я, наверное, попрошу, чтобы мне дальше выписывали таблетки. Я просто такое страдание от этой головной боли. Я уже отвыкла от него и не хочу опять привыкать. К этому нельзя привыкнуть. Фаина уже с самого утра мультики. Мультики у нее одни на уме. Как она в садике будет без этих мультиков, я вообще не представляю. Она не может без них. Они у нее даже на фоне играют. Она играется что-нибудь, у нее мультики на фоне играют. Это вообще ужас. Не будет мультиков, будет истерить. Фаина такая опухшая. Посмотрите на нее. Крот маленький. Крот. Ты крот. В садик пойдешь? Да. Да. Ну мы сегодня только документы, наверное, дадим. Какие там надо заявления написать. Нет? А что ты будешь делать-то? Да. Да. Мм? Да. Что ты будешь делать в садике? Да. Да. Дядя. 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 Сходили мы в детский сад. Что вы думаете? Мы там были вот всего, не знаю, минут десять, наверное. Больше страха было. Иди Пуське отдай. Пуська ворует маршмеллоу. Вчера Катя принесла. Они воруют. Что-то я их на сладенькое потянула. Но не все так просто, как мне казалось. Нам дали направление, нужно съездить в ту диспансер. И только тогда она даст врач, получается, даст путевку в этот детский сад. Там вроде мантуна поставить или что. Этот садик раньше, как я поняла, специализировался. Вот знаете, как санаторий для больных детей. Сейчас нет. Сейчас все туда ходят, но все так же, видимо, осталось, что нужно через этот ту диспансер. На спид я уже делаю начинку. Сейчас буду стряпать слойчики. Я думаю, получится очень вкусно, потому что здесь все ягоды. Малина, эрга, смородина, а, малина, говорила, слива. И у меня маленько оставалось клубники. Я в светофоре брала. Но остальное все ягоды домашние. Я ее с сахаром пока что замешала, потому что ягода мороженая, она не очень сладкая. Вот к Фейнену пробуждение, думаю, успею наляпать. Хочу наляпать много. Фейна проснулась, у нас время два часа. Лежит со своим хупсиком в обнимку. Я успела первую партию только слоек приготовить. Они вкусные, я попробовала, но показывать первую партию я не буду. Они у меня почему-то растеклись. И я делала такой же формы, как и самсу. Я не умею другую форму делать. Я не смотрела даже в интернете, как делать, потому что мне нужно было быстрее, быстрее. Потому что я уже сама голодная, Фейна тоела, я нет. Я только чай пила с утра и все. Ну, сейчас маленько подостыну. Ты с Фейной вместе пойдем пробовать. Фаина будет. Это просто ужасно. У меня и вторые растеклись. У меня после такого все желание отпадывает готовить. Не умею я ничего аккуратно делать. Вообще не умею. Я вроде все запечатываю нормально, но они под давлением вот этой вот начинки, что там закипает. Вот это вот все повылезло, блин. Машğlu... Фаина. Фаина. Сэрона... Испdie. Фаина. Продолжение следует... 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 У нас какой день на улице, тем холод. Ветра сильного нету, а вот по ощущениям в два раза больше все время, чем обычная температура. Коля нас встретит по дороге, поди. Он утром идет до Рубцовского, вечером с Рубцовского до дома, не ходит там, точнее здесь, не ходят эти маршрутки в то место, где он работает. Утром вообще, мне кажется, тяжело в такой дубак идти на работу. Обзор покупок. Пельмени я убрала, они у меня здесь лежали, но я убрала. Второй раз переснимаю, а то у меня что-то язык заплетается. Взяла пельмени, 2 пачки вареников вишневых по 500 грамм, йогурт, морской коктейль, арахис, халва, яблоки, груша, масло, колбаса краковская, сыр сливочный, собаке корм, кошкам корм. Собаке мы не всегда даем, периодически. В основном свою еду. Средство чистящее, шампунь Head & Shoulders, ананасы, кусочки консервированные. Так, Фаине мы два этих взяли. Хлеб, сок, молоко, крабовые чипсы, кукурузные палочки, трубочки вафельные, какие-то, я не знаю, что это Коля взял, конфеты, пеленки впитывающие, одноразовые, гелевые, почти 500 рублей. Вот такая вот пачка, не знаю. Фаина буду отучать от подгузников, чтобы она ночью в них тоже переставала спать. Днем она у меня вообще не ходит в них. Магазин тоже. Сейчас я ее не надеваю подгузник в магазин, когда вот идем или куда-то едем. Папа! Вот. И ночью тоже хочу отучить, потому что нам в сад скоро. Сейчас в морозилке покажу вареники, пельмени. вот такое тесто бездрожжевое, дрожжевое и вот еще дрожжевое. в этих пачках по три пластины, а здесь две. Ну, что-нибудь там на один лист приготовить, допустим. вареники, вот таких две пачки. Мороженое мы всем брали. Я выкладываю, у меня просто там гора лежит такая, неудобно показывать. пельмени. Пельмени. Великосочные. Пошли мы в аптеку за таблетками. Смотрите, паразитка какая-то, вообще не ходит ногами. Кто в санке не хочет садиться, говорит, грязные. И мне нужно еще купить тетрадку. Вот в этом туб диспансере просят. Не знаю для чего. Фрэнка бегает. Тетрадку, вот только, я не знаю, общую или обычную, но какая будет, такую возьму. Если будет две, то возьму две. Ничего не сказали, просто сказали тетрадку, наверное. Птички, но все. Всех кошек, всех птичек, никого не пропустят. Ну и заодно мы здесь мусор выкинули. У меня два пакета набралось несжигаемого. Мне его еще сегодня Луна помогла растащить. По веранде, блин, собирала. Каждый раз, кто в гараже, кошка соседская приходит, растаскивает. Теперь собака. Животные любят попакостить. Ну, Луна, она играет так. А кошки, видимо, по еду чувствуют какую-то, может, остатки. А вот Луне больше нравятся мягкие игрушки. Я Фаинке на старую игрушку в складовке ей вытащила. Фаин, ну тебе-то она зачем? Я же ей Луне дала. Ты с ней не играешь? Пусть Луна поиграет, Фаин. Не забирай у ней. Иди в ведерко свой бери. Я в аптеке помимо своих лекарств взяла сразу на два месяца. А еще взяла витамин D в Фаине. Я когда первый год с ее рождения капала ей постоянно в витамин D, то мне кажется, она меньше болела. Я хотела... Вот смотрите, Аквода Трим, он как бы, ну не дешевый, да? 200 рублей за 10 миллилитров. Я зашла на ее аптеку, там есть дешевле. Но у нас в аптеке нет. У нас только такой. Есть дешевле именно детский. Это я в Мариера взяла пантенол. Буду мазать лицо на ночь. Потому что у меня эти шелушения, они меня достали. Шелушится нос, щеки, губы у меня вечно сухие. Потому что я часто, когда по улице хожу, носом не могу полноценно дышать. Я дышу и носом, и ртом. Не знаю, почему так. Вообще-то у меня раньше были сильные проблемы. Когда я была маленькой, когда я начинала с колледжей, я ходила к лору, мне прям в нос. Ставили уколы. У меня был синусид. И я так думаю, что он у меня был просто запущенный с самого детства. Сейчас более-менее, но все равно. Если чуть заболею, ночью не могу дышать. И аскорбинки взяла. Это Фаини. Я тоже сама люблю их. Четыре пачки. Я люблю именно такие в маленьких таблеточках. Они повкуснее. Просто сладенькие, без вкуса. Продолжение следует...